Всем привет! Вы на канале Посылки из Китая, меня зовут Саша. У нас сегодня распаковка, обзор, товары будут, я думаю, интересные. Поехали! И первый товар, который сегодня у нас на распаковке, это вот такие очки. Такого плана очки я видел в рекламах магазин на диване и решил заказать, посмотреть, действительно рабочая эта штука или нет. Они предназначены для чтения, для вдевания каких-то ниток в иголки. Ну, в общем, приблизительно так. То есть, допустим, вы одели эти очки и вы должны видеть увеличенный шрифт или увеличенные, ну, какие-то предметы увеличенные. В принципе, увеличение какое-то есть. Ну, давайте попробуем одеть, посмотреть. Увеличивает приблизительно в полтора раза. Правда, немножко смазывается и слегка мутная. Поэтому долго носить эти очки у вас не получится, устанут глаза. Ну, если однократное какое-то применение, буквально на полминутки, именно не для чтения, а как показано, вдеть нитку, я думаю, они подойдут. Не сказал бы, что рекомендую его к покупке. Следующий товар. И здесь целая куча различных семян. Астра, роза, сакура, еще чего-то какая-то, тоже сакура. Ну, и, естественно, письмецо от продавца. Три пакета и два пакета. Что к чему? Черт кто знает. Нет. Отдам кому-нибудь на огород, пусть пробует что-нибудь посадить, вырастить. Абсолютно одинаковых два комплекта. А нет, не абсолютно одинаковые. Здесь зелененькое, здесь зеленое нету, здесь розовое идет. Ну да ладно. Что это такое? Это у нас магнитные закладки. То есть на сегодняшний день, я не знаю, все дети в школе, практически вот сколько малой мой говорил, сын, все пользуются магнитными закладками. Мы тоже эти закладки покупали у нас здесь несколько раз, но они имеют свойство вот здесь рваться, потому что это обычная бумажка и две магнитные полоски. Принцип такой, вы какую-то страницу прочитали, закладку эту кинули, закладку вот так повесили и у вас страница переложена. И эта закладка в принципе достаточно неплохо держится. Плюс если книжка ее закрывает, она вообще никуда не убегает. Единственное, я говорю, что эти закладки рвутся вот здесь посередине, а так вещь хорошая. На Алишке стоят эти вещи недорого, поэтому рекомендую покупать именно там и вы сэкономите деньги. Ё-моё, это же чехол на айфон. Я уже по этому чехлу выиграл деньги очень-очень давно, пару месяцев назад так точно. Это просто подарок от китайцев получается. Ну да ладно, спасибо. Померить не могу, чехол не мой, заказывал для знакомой девочки, поэтому так получается, извиняйте. Так, здесь и здесь находится какая-то ткань. Чёрная майка с принтом голубого какого-то дракона-корабля. Принт по ощущениям отвалится очень быстро, хотя может я на самом деле и ошибаюсь. По качеству очень плотный материал, на ощупь приятное. Никаких нет обозначений, единственное, что это XL 180 на 92. А что за состав? А вот есть ещё какая-то бирочка. 65 катон, 35 полиэстер, маденчина. Если вдруг это вам что-то говорит, ну мне она кажется будет великовато. Коль вы досмотрели до этого момента, 150 рублей на кону, поставить лайк, подписаться на канал, написать абсолютно любой комментарий. И вы участвуете в конкурсе. И у нас здесь очередная сумочка. Эту сумку, как и предыдущую, я покупал с купоном. За её реальные деньги, как продавец выставляет 16 или 13 долларов, я бы не покупал. Но так как продавец периодически выкладывает достаточно вкусные купоны, там на 8, на 10 долларов. Поэтому за ценник в 6 баксов такую сумку приобрести себе можно. Также имеется вывод на наушники. Два кармана, как и в предыдущей. Здесь внутри ещё маленький кармашек, там такого не было. Майка мне немножко великовата, плюс я не люблю такие длинные рукава, мне нравятся немножко короче. Но это опять же на вкус и цвет фломастеры разные. А лежит на теле достаточно неплохо. Мне это нравится. Можете сами посмотреть, как она сидит сзади. И сейчас пару слов о сумке. Так, если сравнивать эту сумку с моей предыдущей, которую я заказывал. Здесь внутри поролончик в новой. Ну, чувствуется поролоновая такая проставка. И материал, не знаю, как он там, дышащий этот. А здесь всё идёт наподобие как кордура. Одна и вторая имеют молнию, карманы, вывод на наушники. Единственное, что в этой маленький карманчик, в этой такого кармана нет. По размеру эта сумка немножко вместительнее, чем эта. Но зато здесь нет никаких полосок из дермантина и тому подобных заменителей. Поэтому, я думаю, она будет более надёжная. Хотя, кто его знает. Лямка регулировки у одной и у второй достаточно большая. Но здесь более надёжное крепление. Здесь идёт металлическое. Ну и для полного колхоз-стайла накинем на себя эту сумку и покажу, как я в ней выгляжу. Ну, на самом деле, сумку я заказывал и одну, и вторую не для себя. Я такие вещи не ношу. И майка, я так понимаю, тоже уйдёт кому-то на подарок. За деньги! Это были все товары на сегодня. Я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...